Мит и Стачхолм, Швеция. Шхеры возрождаются после налетов. Фредрик Шаквист. Мит и Стачхолм, Швеция. 2 августа 2019 года. Часть 4. Первые три части можно прочитать здесь, здесь и здесь. Почти тысячи ферм и хуторов были разорены на одних только островах стокгольмских шхер. Кроме того, русские опустошили поселение к югу от Нью-Несхамна вплоть до Норчопинга и вдоль всего побережья Северного Упланда. Никакого мира в 1719 году заключено так и не было. И все-таки определенный эффект у этих нашествий имелся. О да, эффект у них был. После всего этого у Швеции совсем не осталось надежды восстановить свои позиции, говорит о нападениях русских в 1719 году Гуннар Линд. Гуннар Линд, автор книги «Сожженные дома», Брандеман. До этого у некоторых, возможно, были какие-то иллюзии, но теперь стало ясно, что Швеции нечего противопоставить врагам. Для простого народа это имело огромное значение. Но в 1719 году Швеция не капитулировала, как этого можно было ожидать. Русские нападали еще два раза. В 1720 году их поход прошел не слишком удачно. Зато потом в 1721 они как следует разорили побережье Норландо. Лишь тогда Швеция пошла на заключение мира. Наступает мир по условиям заключенного мирного соглашения. Швеции пришлось передать России свои прибалтийские провинции, а та в свою очередь прекратила оккупацию территории Финляндии. Такой мир означал, что теперь великой державой в Балтийском регионе вместо Швеции стала Россия. По посчетам, нашествия русских в 1719 году обошлись шведам в 18 миллионов риксдоллеров. Для сравнения, общий годовой бюджет короны, включая вооруженные силы, содержание королевского двора и все прочее, составлял тогда 15 миллионов, рассказывает Гумнар Линд. Тут трудно провести аналогии. Но это было крайне болезненно, для крестьян и для знати. А короны стало получать меньше налогов. Чтобы помочь пострадавшим жителям Шхер, их на несколько лет освободили от налогов. Конечно, это стало в некотором роде утешением для тех, кому приходилось заново отстраивать хутора, фермы и деревни. Но были у войны хорошие последствия. После смерти Карла XII век 1718 году в Швеции началась так называемая эпоха свободы. Быстрое восстановление никакого народного восстания против короля, к которому призывал Петр Великий, так и не произошло. А Шхеры на удивление быстро оправились от всех этих разрушений и несчастий. Самое удивительное, как быстро на тех же местах снова рассвели фермы и хутора, прежде полностью уничтоженные. И если посмотреть в налоговые реестры, составленные через 10 лет, можно увидеть, что жители тех мест снова платили такие же налоги, как раньше. Для меня это совершенно непостижимо. Как нашествия повлияли на Шхеры. Рассказы об этих событиях до сих пор живут в культуре Шхер. Это свидетельствует, насколько значительными они были. После этих нашествий появилось множество топонимов со словом «русский». Порой речь шла о местах, где случилось нечто ужасное. Здесь есть названия вроде «Русские могилы» – «Рыс Гроварна», «Русская гора», «Рыс Бергет», «Русский залив», «Рыс Викин» и так далее. Кроме того, появилось множество преданий и легенд о том, как шведы обманывали русских, чтобы выжить. Но когда слышишь одни и те же рассказы в 15-й раз то там, то тут, в них уже верится с трудом, говорит Гуннар Линд. Физические следы тоже остались. Например, русские печи, примитивные очаги, сложенные из камней в местах, где русские становились лагерем. Такие попадаются повсюду, в том числе на Сёрер Мёе, Рунмарё, Нотарё и Ронё, где их аж 59 штук. У пролива Багенст и Кет, где шведские войска дважды отбивали атаки русских, осталось несколько укреплений, которые сейчас относятся к местному историко-культурному заповеднику. Кое-где также сохранились фундаменты сожженных домов, например, поместье Беатилунд на Вермдё или имение Сундбюнарнё в Ханнинге. Сейчас Гуннар Линд пишет новую книгу об этих нашествиях. На этот раз он сосредоточился на событиях, которые происходили в южной части Стокгольмских Шхер. Он уже связался и с российскими учёными, чтобы получить доступ к материалам в российских архивах. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.